Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас в прекрасной, солнечной, полупустой Падуе. Ну что ж, я много раз показывала и говорила, что розовый цвет это совершенно точно для нас, по крайней мере здесь, в городе Падуе, в Италии. Это цвет сезона. Розового очень много в витринах и розового очень много, прежде всего, в цвете пальто на итальянках. Поэтому думайте сами, решайте сами. Возможно, именно сейчас вы сможете найти тот розовый, который очень освежает, очень украшает. Потому что розовый достаточно популярный цвет в одежде, но тем не менее найти свой розовый очень-очень сложно. А вот так итальянцы, по всей видимости, сейчас здороваются и будут здороваться в ближайшее время, потому что мы находимся, сами знаете, в карантине. Нежелательные, нежелательные традиционные приветствия при помощи двухразового поцелуя, поэтому, в общем-то, итальянцы здороваются вот таким образом. Как вы видите, улыбки на лицах людей присутствуют и все у нас достаточно спокойно. Хочу показать вам эту витрину. Это снова очень красивое сочетание розового и бежевого цвета. Обратите на него, на это сочетание, внимание. Камера не очень передает, но здесь я вижу некоторую ошибку и неточность того, кто заставлял этот образ. Цвет сумки как будто бы должен был попадать в цвет полосок на свитере, но не попадает. И избегайте, пожалуйста, вот такого ощущения, что вы хотели прямо-таки составить комплект. Лучше тогда взять аксессуар любого другого цвета, потому что иначе, если цвета не совпадают, будет казаться, что вы пытались-пытались, но не получилось. Вот такая обувь. Это макосины, на итальянском называются, по крайней мере. Возможно, лоферы более привычны на русском языке. Очень популярны и очень и очень удобны. Можно выбрать узкий носок, можно выбрать квадратный носок, можно выбрать классический круглый носок. На самом деле, мода сейчас очень-очень лояльна. Многим полюбившаяся красная сумка, красная сумка часто встречается не только на витринах, но и на самих итальянках. А красная обувь, акцентная обувь, это очень-очень хороший способ действительно оживить любой аутфит. Но могу сказать, что яркая зеленая обувь, яркая желтая обувь будет иметь такой же эффект. Допустим, яркая голубая обувь, любой яркий цвет, на итальянском это называется цвет горджанте, то есть яркий-яркий-яркий, будет хорошим таким акцентом на ваших ногах при достаточно спокойном комплекте. Хочу также показать вам вот эту обувь, это недорогая обувь, скорее всего местное производство, совершенно точно кожа, потому что я спрашивала, очень мне понравились вот эти балетки. Могу сказать, что черно-белый вариант это всегда очень-очень красиво. Я сделала небольшую подборку черно-белой обуви. Кстати, если вам интересно, вот такая обувь традиционно выпускается испанским брендом Lola Cruz, но это вариация на тему, я бы сказала, что это очень хорошая и достаточно точная реплика. Итак, вот такая обувь, вот такие балетки, и здесь мы видим снова перепонку вокруг щиколотки, и носок может быть острым, носок может быть квадратным, носок может быть круглым, каждый из нас может выбрать. И могу сказать, что обувь, которая была в предыдущем кадре, она очень удобна. Каблук есть, но он не высокий, он устойчивый. Здесь мы снова видим вариацию на тему макосинов. Макосины все-таки предлагаются нам в этом сезоне больше и чаще с острым носом. А это снова черно-белый вариант, левый макосин. Левый макосин на самом деле очень красивый, а это фурла. Прекрасная обувь, очень красиво сделана, стоит 230 евро. Снова хочу показать вам платье, легкое платье, которое в Италии традиционно носится вот с такой грубой обувью. Не знаю, черная обувь сюда, мне кажется, слишком черная, слишком контрастная, но я просто хотела показать, что такие платья традиционно в Италии носятся вот с такой грубой обувью. Эти образы часто мелькают в моих последних видео, но очень мне понравился вот такой акцент. Но, повторюсь, ярко-желтая, зеленая, яркая-синяя обувь может иметь такой же эффект в вашей компоновке. Девушка прекрасно была одета, не успела снять ее фронтально, но, как вы видите, лук очень простой, его очень легко повторить, но он очень и очень эффектный. А сейчас я покажу вам девушку, которая, по всей видимости, так же, как и я, является большой любительницей, поклонницей треников с начесом. Часто я получаю комментарии о том, что пальто с кроссовками очень некрасиво, тем более пальто плюс кроссовки, плюс вот такие классические, классические спортивные штаны, если можно так сказать. Но могу сказать, что так носят, и опять же, безусловно, женщина на каблуках, женщина в платье, женщина в платье, на каблуках и в пальто, это всегда будет более элегантно. Но если мы говорим о повседневной жизни, то подобная компоновка всяко лучше, чем спортивные штаны плюс, допустим, пуховик. Спортивные штаны плюс пальто, это всегда более красиво. А посмотрите, пожалуйста, обратите внимание на то, насколько более эффектно и выигрышно смотрится расстегнутое пальто. Следующий кадр будет примерно такое же пальто, очень-очень похожее по фасону, но застегнутое. Обратите внимание, носить верхнюю одежду расстегнутой, это именно способ носить верхнюю одежду. Люди расстегивают верхнюю одежду не потому, что им жарко чаще всего, по крайней мере, здесь в Италии именно так и происходит. Нет, люди, модницы и также модники носят расстегнутую одежду, потому что это способ показать некую многослойность, это способ придать верхней одежде большего движения, потому что когда она не застегнута, она очень-очень красиво распахнута, она очень-очень красиво смотрится именно в движении. Ну, а эта пара, на мой взгляд, сегодняшние абсолютные стритстайлеры, стритстайлеры именно этого видео, очень мне понравились. И да, напоминаю, что видео снято 8 марта, воскресенье, на следующий день вся Италия проснется в тотальном карантине. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, весенние новинки обуви. Итак, мы снова имеем большое количество блесток, мы снова имеем глиттерные вставки, мы снова имеем цвета очень-очень яркие, но могу сказать, что в целом обувь не поменялась. Да, на более классических вариантах заострился носок, но здесь все тоже опционально. Я всегда говорю, что сегодняшняя мода очень лояльна, в Италии вообще все лояльно, каждый носит то, что нравится, то, что хочет, то, что ему идет. Ну и мы видим, что в том, что касается вот такой спортивной обуви, вариации, вариации на тему, ко мне подошел сеньор, он узнал меня, на самом деле ко мне уже многие подходят здороваться. Это приятно с одной стороны, но отвлекает несколько. И мы видим, что обувь, в принципе, по своей сути осталась прежней, яркие шнурки, яркие вставки, но если вы не имеете подобной обуви, носите белые кроссовки, а-ля спортивные, либо просто спортивные, и все это будет смотреться очень актуально. Вот такая тоже вариация на тему, все-таки носок заостряется. В этом, в этой вставочке опять же хочу показать, насколько красиво смотрятся теплый розовый и теплый бежевый. И снова витрина с розовым цветом, на этот раз это розовый фуксия, но эта витрина привлекла меня также, потому что, посмотрите, какой интересный край изделия, это свитер Ральф Лорен, и по всей видимости, в этом сезоне Ральф Лорен, как когда-то, Макс Мара предлагает нам носить искусственно состаренные вещи. Обычно искусственно состаренные бывает именно обувь, но искусственно состаренные свитера тоже, как мы видим, встречаются, по всей видимости, популярны, но я бы такие вещи себе не купила и вам бы не рекомендовала покупать, потому что, ну, на самом деле, во-первых, не каждый поймет, а во-вторых, ну, это все-таки смотрится неаккуратно. Что ж, розовый действительно повсюду, и, наверное, это действительно тот сезон, когда можно подобрать свой розовый, который будет очень освежать, розовый к лицу. Очень много кружева, его много на разных витринах, посмотрите снова, какая грубая обувь предлагается нам к подобным платьям. Эти платья мне показались очень сложными, я не смогла понять, кто их производитель, кто, какому модному дому, возможно, они принадлежат, потому что это была витрина дорогого магазина, но эти платья и подобные платья, они, конечно, очень сложны в компоновке, а здесь я снова хотела показать, помимо розовых платочков, розовых сумок, хотела снова показать вам, конечно же, способ вот таким красивым образом завязывать платок. Единственное, что по моему опыту, платок не держится таким образом, он красиво смотрится, либо его нужно постоянно поправлять и корректировать, либо просто сама по себе идея хороша, но возьмите все равно ее на заметку. Что ж, покажу вам в который раз свою обувь, надетую на плотные черные колготки, потому что многих это вызывает часто вопросы. И вот такой план босоножек будет очень и очень смотреться хорошо в любом цвете, с черными плотными колготками, возьмите на заметку. Ну что ж, вот такой предстала Падуя сегодня, 8 марта, воскресенье. Желаю всем хорошего настроения, желаю всем настроения наряжаться, желания наряжаться. Чаще обращайтесь к собственным полкам, к собственным шкафам, к собственным залежам, по-другому не скажешь. У нас у модниц очень много всего имеется. И составляйте красивый классный комплект. И помните, что то, что вы имеете, скорее всего, это именно то, что вы когда-то нашли. И это именно то, что вам идет и подходит. Наряжайтесь. Всем желаю, всем желаю солнечной весны, много-много солнца и теплой погоды. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok